Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует городская детская библиотека номер один имени Евгения Степановича Ковина. Новогодние каникулы, прекрасная пора, праздники, Новый год и Рождество, угощения, походы в гости, семейные собрания с крепким чаем и прекрасными книгами. Предлагаем нашим маленьким читателям послушать сказку «Страшный милый волк» писательнице Жюли Бинт. Эта история приключилась темной зимней ночью накануне Рождества. Папа-волк мирно спал и видел цветные сны о лете, когда в спальне раздались подозрительные шорохи. Волк открыл глаза и увидел возле постели двух своих волчат. «В чем дело?» – недовольно проворчал волк. «Сегодня воскрещение! Дайте поспать!» «Папа, мы есть хотим!» – пожаловались малыши. «Ничего не поделаешь!» Пришлось папе волку вылезти из-под одеяла. «Аррррр!» – взявнул он и потянулся. «Хорошо! Попробую добыть вам чего-нибудь съестного!» Волк в мгновение ока оделся и ласково поцеловал детей. «Я скоро вернусь. Ведите себя хорошо!» «А можно нам обойтись с тобой?» «Ни в коем случае! Снаружи очень холодно. Вы с мамой останетесь здесь, в тепле!» Папа-волк взял мешок для добычи и вышел в темную зимнюю ночь. Мороз пробирал его до костей, но папа старался не обращать внимания на стужу и упрямо шел вперед. «Большие и страшные волки не должны бояться холода!» У заснеженного кустика он увидел зайца. «Вот и добыча!» – подумал волк и стал тихонько подкрадываться к нему. Когда заяц поднял голову, было уже слишком постно. Папа-волк крепко держал его за уши. «О, нет!» – заплакал заяц. «Пожалуйста, не ешь меня!» «Извини, но мои дети голодны!» – объяснил волк. «А почему я не должен тебя есть?» «Я тоже вышел из норы, чтобы накормить своих детей!» «И если ты меня съешь, они останутся без завтрака!» Папа-волк тяжело вздохнул и разжал лапу. «Ладно, иди!» «И найди для своих малышей что-нибудь вкусное!» «Спасибо!» – пискнул изумленный заяц. «Ты очень добрый!» «Ничего подобного! Я злой и страшный!» Крикнул ему вслед волк. «Просто я знаю, что такое голодные дети!» Он подхватил пустой мешок и отправился дальше. Скоро он заметил на снегу следы. «Козлик!» Волк облизнулся и кинулся догонять его. «Пожалуйста, не ешь меня!» Взмолился испуганный козлик. «Извини, но мои дети голодны!» Сказал волк. «А почему я не должен тебя есть?» «Я собираю хворост, чтобы моя старая мать могла погреться у огня!» «А если ты съешь меня?» Папа волк подумал о своей старой матушке. Ему бы не хотелось, чтобы она страдала от холода. «Ладно!» Проворчал он. «Забирай свой хворост и да поспеши к своей матери, пока она совсем не замерзла!» «Спасибо! Ты такой добрый!» «Выброси из головы эту глупость!» Рявкнул волк. «Я злой и страшный!» «Просто у меня тоже есть мама!» Чуть позже волк столкнулся с оленем и набросился на него. «Пожалуйста, не ешь меня!» Взмолился олень. «Но мои дети голодны!» Покачал головой волк. «А тебя почему нельзя есть?» «Потому что я олень Санта-Клауса!» «Если ты меня съешь, малыши не получат подарков к Рождеству!» Папа волк не мог даже представить своих волчат без подарков. «Ну что ж!» Вздохнул он покорно. «Иди, да поскорее найди сам дом!» «Спасибо!» Обрадовался олень. «Ты такой!» «Нет!» «Я не добрый!» Перебил его папа волк. «Я злой и страшный!» «Только терпеть не могу, когда дети лишаются подарков!» Папа волк все шел и шел вперед. Он замерз и мечтал поскорее вернуться в свой теплый дом. Но мешок за его спиной по-прежнему оставался пустым. Поэтому волк продолжал шагать в поисках добычи. Лес остался уже далеко позади. Впереди показалась спящая деревня. Волк собирался уже повернуть назад, когда… Его чуткий нос уловил восхитительный аромат. Волк двинулся на запах и вышел к пекарне. В ее витрине было столько аппетитной выпечки, что пасть волка моментально наполнилась слюной. Он без колебаний шагнул внутрь. «Пожалуйста, не ешь меня!» Волк перепугался пекарь. Бедняга выскочил из булочной и бросился на утек. Папа-волк наполнил свой мешок вкусными пирожными, сочными булочками и еще теплым хлебом. Выходя, он оставил на прилавке несколько монет. «Я злой и страшный волк, но не вор и не разбойник!» Сказал он и отправился домой. На обратном пути папа-волк встретил северного оленя, козлика и зайца. И с каждым из них поделился хлебом и пирожными. «Спасибо тебе!» Кланялись ему животные. «Ты действительно очень милый волк!» Глупости! Усмехался волк, показывая свои большие белые зубы. «Просто сегодня Рождество!» Только под утро папа-волк добрался до своего уютного дома, где его ждали жена и дети. «Ура, папа!» Закричали волчата и тут же впились зубами в яблочный пирог, шоколадные булочки и клубничные пирожные. Малыши восхищенно смотрели на отца. «Ты съел пекаря, папа?» «Конечно!» Важно ответил он. «Я же злой и страшный волк, не так ли?» «Да, и страшно милый!» Тихо прошептала мама и с любовью посмотрела на мужа. Мы надеемся, что ваши каникулы проходят хорошо и весело, что вы получаете искреннее удовольствие. Приходите в коковинку за новыми книжками и пускай ваши семейные встречи в тесном кругу станут еще уютнее и еще теплее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова